Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что это большая честь для меня быть председателем для секции вместе с Евгением Наумовичем. Нейробластома – наиболее частая экстракраниальная злокачественная опухоль у детей. Я думаю, в этой аудитории не надо говорить о том, что данная опухоль характеризуется чрезвычайной клинической гетерогенностью. От форм, которые могут спонтанно регрессировать, до высокоагрессивных форм, потенциально смертельных. Итак, на всем протяжении истории изучения нейробластомы со времен Рудольфа Вирхова, который впервые описал эту опухоль, все время, что называется, шаг за шагом исследователи пытались подойти к проблеме клинической гетерогенности. Итак, уже в начале XX века Пеппер описал форму, которую теперь мы знаем как 4С нейробластома, когда он видел метастазы в печень, но ни в коем случае не в кости. Также в начале XX века была сформулирована концепция, что эта опухоль происходит из примитивных нейроактодермальных клеток, и только ближе к концу XX века появились более или менее адекватные системы стадирования и классификации нейробластома. Одной из первых была система, предложенная Одри Эванс, и реально значительный прорыв в диагностике и прогнозировании нейробластома произошел в 1984 году, когда Гаррет Брадо из детской клиники Филадельфии идентифицировал амплификацию гена МИКН как один из наиболее неблагоприятных прогностических маркеров. На сегодняшний день схемы терапии, которые используются достаточно широко по всему миру, например, схемы НБ-2004, немецкая схема, которая в том числе в России достаточно активно используется, подразумевают определенные молекулярные маркеры для классификации опухолей на группы риска. Так, естественно, амплификация гена МИКН сразу характеризует пациента как имеющего высокий риск. Дилеция короткого плеча первой хромосома обладает прогнозическим значением согласно данной схеме стратификации у пациентов с локализованной опухолью. Американская система НРЖ классифицирует пациентов с нейробластома на 17 групп. В контексте этой системы анализируются такие аберрации, как та же самая амплификация гена МИКН и дилеция длинного плеча 11-я хромосома, которая выявляется не содружественно, а наоборот альтернирует. При всем при этом выживаемость пациентов нейробластомой высокого риска остается на сегодняшний день неудовлетворительной. В продолжении истории АНРЖ американской системы выживаемость пациентов в зависимости от аномалий количества копий генов или хромосомных регионов серьезно различается и на самом деле у пациентов с относительно благоприятными опухолями, с локализованными опухолями, а также с той самой стадии 4С или МС, как она называется в американской системе, цитогенетические молекулярные данные приобретают принципиальное значение. Например, только пациенты без дилеции длинного плеча 11-я хромосома имеют те высокие показатели вживаемости при данной метастической стадии опухоли, которые характеризуют в целом хороший ответ, при том, что те пациенты, у которых эта аберрация выявляется, не составляют полноценную группу высокого риска. И если рассмотреть те биологические варианты, которым представлены нейробластомы, это примерно 40% благоприятных нейробластом, которые у детей раннего возраста до года могут полностью спонтанно регрессировать, либо у детей более старшего возраста созревать, то есть трансформироваться последовательно сначала в ганглия нейробластома, затем в доброкачественную ганглия неврому, они характеризуются тем, что клетка-пришественник симпатической нервной системы нейробласт в начале своей онкогенной трансформации приобретает методическую дисфункцию и становится триплоидной. Такие клетки начинают экспрессировать первый тип рецептора фактора роста нервов, воздействие на которого легандом подразумевает либо дифференцировку этой клетки, либо апоптотическую гибию. В том случае, если клетка-пришественник, то есть нейробласт вступает на путь высокоагрессивных опухолей, которых насчитывается примерно 60% нейробластом, то первым событием являются различные хромосомные альтерации, такие как несбалансированные перестройки, делеции или амплификации. При этом одним из наиболее ранних молекулярных событий является увеличение количества копий длинного плеча 17-й хромосомы. Опухоль достаточно долго сохраняет диплоидный набор хромосом, экспрессирует второй тип рецептора фактора роста нервов, при воздействии на который клетки начинают пролиферировать, затем у них накапливаются генетические повреждения, вторично может присоединяться методическая дисфункция, и клетка может становиться тетроплоидной, тетра- или гексаплоидной. Если посмотреть на вот этот график, то есть если прогрессия, молекулярная, так скажем, прогрессия происходит достаточно быстро, как, например, наблюдается при амплификации МИКЕН, то развивается ранняя бурная манифестация. В том случае, если драйверными мутациями являются другие дилеции или амплификации, то манифестация также бурная, но прогресс до наступления клинических проявлений несколько растянут во времени, и совершенно особую группу составляют так называемые индолентные или подростковые нейробластомы, которые практически никогда не имеют тех молекулярных маркеров, которые характеризуют неблагоприятные течения у пациентов раннего возраста, такие как дилеция короткого плеча первой хромосомы амплификации МИКЕН, они имеют совершенно другой молекулярный профиль, например, для них характерна дилеция короткого плеча третьей хромосомы, они развиваются медленно, они медленно манифестируют, но при всем при этом они характеризуются достаточно рефрактерным течением. И то, о чем я уже говорил, дилеция амплификации, несбалансированная аномалия числа копий генов и хромосомных регионов имеют прогностическое значение, могут быть выявлены разными методами, и французская группа предложила классификацию из пяти молекулярных подтипов, которые различаются в зависимости от выживаемости, здесь достаточно сказать одну фразу, что если выявляются так называемые количественные хромосомные аберрации, это характеризует опухоли с хорошим прогнозом, поскольку является маркером набора хромосом, близкого к триплоидам. В том случае, если выявляются сегментарные, несбалансированные хромосомные аберрации, то есть дилеции или амплификации отдельных участков хромосом или отдельных генов, к которым относится в том числе амплификация гена микон, то выживаемость таких пациентов значительно хуже. На данном слайде представлены собственные данные, говорящие о том, что различные несбалансированные хромосомные аберрации приводят к значительному снижению показателей выживаемости пациентов. И на последнем съезде Международного общества детских онкологов была выдвинута идея объединить клиническую стратификацию NRG плюс классификацию Гудруншли-Махер, которая подразумевает пять групп нейробластом в зависимости от дилеции или амплификации. Таким образом, предполагается сформировать большое количество групп риска. В общем, исследование в контексте COG обладает достаточной мощностью, и я думаю, что они смогут это сделать. Они предполагают до 50 различных групп классифицировать пациентов с нейробластомой. Еще одним маркером, который является не столько молекулярным, сколько, наверное, клеточным, является оценка плойдности опухолевых клеток. Как я уже сказал, диплоидные опухоли имеют худший прогноз, гипердиплоидные, то есть близкие к триплоидным, имеют более хороший прогноз. И эта схема учитывается также в американской классификации. Следующим уровнем, на котором можно классифицировать пациентов с нейробластомой, это исследование различных профилей экспрессии генов. Достаточно большое количество исследований было выполнено в этой области. На данном слайде приведен пример немецкой группы. Это следующий этап развития того протокола НБ-2004, который используется в нашей стране, когда на основании исследования профиля экспрессии генов был сформирован классификатор, который использует дифференциальную экспрессию 197 генов, которые среди пациентов с плохим прогнозом и с хорошим прогнозом отличаются драматическим образом. И применение этого классификатора как в общей когорте пациентов среди низкого или промежуточного риска позволяет разделить этих пациентов на пациентов с хорошим или плохим прогнозом. Это трансформировалось в создание терапевтической стратегии, и она закреплена в протоколе НБ-2015, который сейчас немецкая группа планирует запустить. В зависимости от профиля экспрессии генов, в группе пациентов с нейробластомой низкого и промежуточного риска планируется либо интенсифицировать, либо наоборот доинтенсифицировать терапию. Однако немецкая группа не единственная, которая изучала профиль экспрессии генов при нейробластоме. Достаточно большое количество исследований было выполнено на эту тему. И очень интересные исследования, которые явились своего рода метаанализами, показаны на данном слайде, когда было приведено сравнение списков генов, которые, по мнению разных авторов, обладают наиболее значимыми различиями в экспрессии. Были сформированы группы генов, которые встречались в нескольких, или хотя бы, как в данном исследовании, в двух из этих исследований. И применение только такой ограниченной панели, как показали данные авторы, позволяет достаточно хорошо классифицировать пациентов с нейробластомой. То же самое было выполнено, изолировано для пациентов группы высокого риска. И 18 генов, по мнению авторов, оказалось, в принципе, достаточно для того, чтобы использовать в качестве классификатора и разделять пациентов, так скажем, на предсказательный уровень низкого риска и высокого риска. Но не только большие массивы экспрессии генов могут иметь прогностическое значение, но и экспрессии отдельных генов. Например, таких как WT1, MDM2. Было показано, что экспрессия даже одного изолированного гена, который достаточно легко померять методом банальной и пациент режим реального времени, может иметь определенное прогностическое значение. Достаточно сложный слайд, который иллюстрирует только то, что сеть микро-РНК имеет различные точки приложения в молекулярном патогенезе опухоли, и экспрессия микро-РНК может иметь определенное прогностическое значение, в том числе в нейробластоме. Иллюстрироваться на этом слайде, и мы проанализировали уровень экспрессии одной на самом деле микро-РНК 128А. Было показано, что потери на самом деле экспрессии этой микро-РНК значительно снижают показатели выживаемости. А в том случае, если она сочетается с таким известным неблагоприятным прогностическим фактором, как гиперэкспрессия гена теломераза, то кривые выживаемости становятся совсем нерадостными. Геномные реаранжировки и мутации также достаточно интересная и развивающаяся тема в контексте нейробластомы. Немецкая группа показала, что такие аберрации, как реаранжировки гена ТЕРТ, которые происходят не в самом гене, а в некодирующем регионе, который находится, например, на 15 килобас апстрим выше, чем ген ТЕРТ, и затрагивает его промотор, характеризует пациентов группы высокого риска. Евгений Нумыч, у нас одного доклада не будет, поэтому я хотел сказать, что мы можем чуть-чуть быть более свободны. У нас спонфирование будет на сердце. Итак, реаранжировки гена теломераза и точечные мутации в гене АТРХ подразумевают то, что в клетках происходит либо альтернативный, либо классический путь увеличения длины теломер, и это определяет неблагоприятный прогноз у данных пациентов. Ген АЛК – известный онкоген, и точные мутации в терзенкиназном демене описаны при нейробластоме. И опять же, новая находка в контексте в целом детской онкологии и, в частности, нейробластомы, все больше и больше данных накапливается, говорящих о том, что, несмотря на то, что детские опухоли характеризуются относительно небольшим количеством соматических мутаций, тем не менее, многие из них находятся в кодирующих последовательностях генов ремоделирования хроматина. Это большие мультимолекулярные машины, которые работают как регуляторы, которые позволяют либо открывать хроматин как книгу, доступен для прочтения и, соответственно, экспрессии генов, либо закрывать ее. И при нейробластоме также практически в 70% случаев было, случаев нейробластомы высокого риска были обнаружены те или иные мутации в генах ремоделирования хроматина. И, наверное, последнее, о чем я хотел бы сказать, это значение хромотрипсиса, это катастрофического одномоментного повреждения ДНК с формированием большого количества химерных структур, большого количества транслокаций. С одной стороны, голландской группой было показано, что сам по себе феномен хроматинксиса ухудшает показатели выживаемости. В то же время, с точки зрения фундаментальной онкологии, хроматинксис приводит к появлению большого количества неоантигенов, которые никогда до этого не присутствовали в клетке. И возможно, что в данном случае клетки станут более доступны для распознавания иммунной системы и терапия, направленная на иммунные чекпоинты, будет эффективна. В данном случае представлены мишени для таргетной терапии нейробластома, о которых, в общем-то, я уже сказал. И еще один момент, что мутационный профиль в дебюте нейробластомы и при развитии рецидива может драматически отличаться, причем как в сторону приобретения новых мутаций, так и потери ранее существующих, на самом деле, и европейской группой. И нами было показано, что в том случае, если молекулярная нейробластома дозрела, если можно так выразиться, она в рецидиве представлена опухолью, которая имеет меньшее количество генетических нарушений, меньшее количество СНВ, то вторичная, бессоботинная и общая выживаемость таких пациентов выше. Спасибо за внимание.